Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Чтобы быть счастливым, человеку не нужны замки или огромная территория. Достаточно маленького помещения, которое станет самым любимым и родным местом на Земле. Миром всё больше ширится движение под названием Tiny House. Его последователи настолько увлекаются маленькими домами, что готовы поменять на них свои хоромы. В число таких попала и американка Лина Меннард. Это талантливый дизайнер, которой для счастья достаточно всего 9,3 квадратных метров. Именно такова площадь её жилья счастливчик, который женщина придумала и построила самостоятельно. Долгое время она работала в компании Niche Consulting LLC. Здесь она занималась именно проектированием и обустройством таких мини-домиков. Поэтому все тонкости процесса были ей прекрасно известны. В какой-то момент девушке надоело тратить огромные суммы на аренду и жить, по сути, в чужой квартире. Ей хотелось, чтобы жильё принадлежало только ей. Именно тогда она решила построить его для себя. Девушке не нужно было много пространства для жизни. Для своего дома она выбрала стиль цыганского фургона, который идеально подходил для формата такого помещения. Просчитав всё до миллиметра и составив план помещения, девушка взялась за работу. В ход пошли такие материалы, которые почти ничего ей не стоили. Дверь и оконные рамы она нашла на свалке. Начальный этап работ проходил в гараже, а бригадой строителей выступали её друзья. Часто она устраивала рабочие вечеринки. Тогда она собирала друзей и единомышленников, и они вместе брались за работу. Её энтузиазм и позитивный настрой распространялись на всех, благодаря чему работы продолжались довольно быстро. Но было одно но. Вот так собираться они могли только на выходных, всё остальное время Лина работала самостоятельно. Лишь несколько раз ей понадобилась помощь специалистов. Как только они смастерили каркас импровизированного дома, то перенесли на его постоянное место пребывания. Им стала стоянка Simple House Community, которая является парковкой для жилых автофургонов. Замечательное решение, ведь здесь уже всё обустроено. Общий душ, кухня, парковка для велосипедов – это только некоторые из плюсов этого места. Но основное здесь было электричество, канализация и водоснабжение, которые могли подключать к каждому новому фургону. Всё это гораздо облегчило труд. Самое важное было по максимуму утеплить и изолировать дом. Для этого она использовала специальные панели и герметик. Основным строительным материалом было дерево. Внешнюю облицовку девушка сделала, использовав круговые элементы, которые очень любила. Она называла их «копейки», и именно они стали главным украшением фасада. Крыша в доме сделана в форме арки. Благодаря этому высота здания в самом высоком месте составляет 3 метра 66 сантиметров. И благодаря этому у девушки было достаточно пространства, чтобы вместить всё необходимое. Лина пыталась сделать помещение максимально функциональным. Только часть стен она спрятала за шкафами. Девушка придумала целую систему подвесных шкафов небольшой глубины. Также над входом у неё образовалась ниша, где она хранит малонужные вещи. Вместо множества ненужных шкафов девушка установила всего один. Это система различных ящиков, которые оснащены в форме лестницы. Благодаря этому она с лёгкостью может добраться до навесных полочек. Также это стало любимым местом её катарафи. Чтобы сэкономить пространство, кровать она установила на подиуме, который служит ей гардеробом. Нашлось место и для кухни. Ей удалось установить кухонный гарнитур со всеми тумбами, рабочей зоной, умывальником и мини-холодильником. Позже она установила здесь ещё и мини-морозилку. Индуктивную плиту на одну конфорку и микроволновку. Для большего комфорта и нормального существования зимой у неё есть электрический обогреватель и водонагреватель. Более того, в прихожей она даже поместила душ. Глубокий поддон и специальный кран и всё готово. Строительство продолжалось около года. Но теперь, благодаря собственному желанию и поддержке друзей, у неё есть собственная крыша над головой. Что ещё нужно для счастья? На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok